Господи Божий мой, на тяну повад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье за богослужением читаются два евангельских отрывка. В памяти преподобного Антония Великого установлено чтение от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. И воскресное чтение того же евангелиста, глава 18, стихи с 35 по 43. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Во время она, икда приближися Иисус во Иерихон, Слепец некий сидяша при пути прося, Слышавши же народ мимоходящего прошаше, Чтол уба есть сие, Поведаши же ему, яка Иисус на зеленин мимо ходит, И воззапи глаголя, Иисусе сыне Давида помилуй мя, И предыдущие прищаху ему да умолчит, Он же паче множие вопияше, сыне Давида помилуй мя, Став же Иисус повеле привести его к себе, Приближи жеся ему к нему, Вопроси его глаголя, Что хочешь и дати сотворю, Он же рече, Господи да прозрю, Иисус же рече ему, прозри, Вера твоя спасетя, И абе прозре, И во след его идяше славя Бога, И все люди видевше, Воздаше хвалу Бога Ви. Предлагаю вам вместе прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда подходил Иисус к Иерихону, Один слепой сидел у дороги, прося милостыни, И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, Что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Шедшие впереди заставляли его молчать, Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. История события, о котором идет речь в сегодняшнем евангельском чтении, встречается в описании евангелистов Матфея, Марка и Луки. Интересно отметить, что Матфей и Марк говорят, что исцеление произошло при выходе из Иерихона, в то время как евангелист Лука указывает, что это было, когда Иисус подходил к Иерихону. По мнению епископа Михаила Лузина, греческое слово «ингизин», употребленное у евангелиста Луки, означает «находиться близ чего-либо, с какой-либо стороны», вследствие чего толкуемое выражение евангелиста Луки можно перевести так, «когда же он был близ Иерихона». Евангелист Матфей пишет, что Иисус исцелил двух слепых, в то время как евангелист Марк и Лука говорят об одном. Александр Павлович Лопухин поясняет, это противоречие можно объяснить тем, что в то время Господь исцелил двух слепцов, как и сообщает евангелист Матфей, одного перед входом в Иерихон, а другого по выходе из этого города, а первым и сообщает евангелист Лука. Итак, Спаситель направлялся в Иерусалим на Пасху. В это время паломники обычно шли группами. Равины часто учили во время прогулок или путешествий. Это же делал и Господь, а паломники теснились вокруг Него, чтобы не упустить ни одного Его слова. И вот когда Господь подходил к Иерихону, слепой, сидящий у дороги, услышав голоса проходивших мимо паломников, пожелал узнать, что происходит вокруг. Когда же ему сообщили о приближении Христа, он немедленно вскричал к нему, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Слепой верил, что Иисус есть ожидаемый Христос, и, будучи иудеем, знал, что Христос происходит из рода царя Давида. А словами «помилуй меня» выражал веру, что через Иисуса Христа особенным образом действует Бог. Люди же, стоявшие вокруг, пытались утихомирить Его, потому что слушавшие не могли из-за криков слепого слышать Христа. Но слепой не унимался. И еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик этот был подобен инстинктивному, непроизвольному выражению чувства, указывающего на крайнее отчаяние слепого. Блаженный Феофилак замечает, «Подивись, пожалуй, и настойчивости его исповедания, как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо горячность изнутри двигала им. Поэтому и Иисус подзывает его к себе, как поистине достойного приблизиться к нему и спрашивает его, «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, будто бы не знает, но чтобы находящимся тут не показалось, что тот просит о том, а он подает другое. Поэтому Господь спросил, и когда открыл, что он желает прозреть, прозрение ему и дает. «Вера твоя, говорит, спасла тебя, поскольку ты уверовал, что я есмь проповедуемый он и сын Давидов, Христос, и высказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение». Важно отметить, что Спаситель в это время излагал свое учение от толпы паломников, но крик слепого с просьбой о помощи остановил его. Учитель на время прекратил свое учение, потому что перед ним была нуждающаяся человеческая душа, молившая об исцелении. И, видя непреклонную настойчивость слепого, Господь совершает это чудо над ним, говоря, «Прозри, вера твоя спасла тебя». Таким образом, мы становимся свидетелями истинной живой веры человека. Просить с верой – это и есть живое единение человека с Богом внутри своего сердца, единение духа человека с духом Божьим. Это присутствие благодати Божьей в человеческом сердце. Только пребывая в союзе с Богом, человек может исполниться удивительной силы и власти. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз свидетельствуют нам, что в трудные минуты жизни мы никогда не должны отчаиваться, но возносить усердную молитву и надеяться на то, что Господь по вере нашей даст нам просимое. Будем помнить об этом всегда и полагаться на Божие милосердие. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.